Приветствую вас, мои дорогие! И сегодня мы с вами посмотрим, чем вы ранили вашего мужчину, что конкретно он будет помнить всегда о вас, и, в общем-то, что ждёт вас дальше, какие мысли, что он думает о вас, о вашем будущем. То есть все вопросы относительно мужчины. Но в первую очередь загадайте мужчину и посмотрим, в общем-то, какая ситуация у вас в отношениях сейчас и что будет в будущем. Итак, посмотрим. Вы в этих отношениях и мужчина в этих отношениях. Ну, смотрите, хорошие мои, я так понимаю, ну, то есть, что сейчас в ваших отношениях, такое ощущение, что у вас ожидание, и у вас, и у мужчины. Вы ждёте друг от друга шагов. Он ждёт какого-то шага от вас, а вы ждёте какого-то шага от него, в общем. Что в ситуации? С его стороны, смотрите, как он видит ситуацию. Он видит, что в ваших отношениях что-то поломалось. Что-то не так в ваших отношениях. Причём я прекрасно понимаю, так как расклад общий, да, то ситуации у вас разные. Кто-то, возможно, из вас ещё до сих пор в отношениях, да, но вы понимаете, что отношения либо не развиваются, либо никуда не двигаются ваши отношения, да, либо чувствуете, что в отношениях действительно что-то поломалось, и куда-то отношения двигаются не туда. У кого-то может быть такое, что у вас как раз-таки расставание, разрыв или развод. В любом случае, смотрите, именно вашу ситуацию, в ваших отношениях, да, мужчина видит именно вот таким образом, что как будто бы что-то поломалось в отношениях, да, и он как бы понимает, что что-то поломалось, но не понимает пока, что с этим делать. Вот. Что с вашей стороны? Ну, во-первых, вы ждёте от него шагов. Причём шагов конкретных, да, это конкретные чёткие шаги для восстановления, возобновления отношений, для примирения, но именно уже чётких конкретных шагов. То есть, если даже у вас до этого были какие-то другие отношения, сейчас вы уже на другой формат отношений не согласны. То есть, вы ждёте чётких конкретных шагов, чёткого конкретного предложения, либо постоянных встреч, то есть, зависит от формата отношений, либо, может быть, его предложение о совместном проживании. Возможно, его предложение о браке даже вы ждёте. Вот. Но в любом случае ждёте именно от него решающих шагов, хочется сказать, каких-то решающих манёвров для восстановления и возобновления ваших взаимоотношений. Но в итоге ситуация висит. То есть, он в раздумьях не понимает, в общем-то, то есть, нет, он понимает, что вы ждёте от него шагов. Кстати, вот этот момент, он прекрасно понимает и чувствует, что вы ждёте от него шагов. А он ждёт от вас, то есть, смотрит и думает, будут ли от вас какие-то шаги, да, или же это всё. Да, ну, давайте посмотрим дальше. Что, даже не что будет дальше, а его мысли, как он видит ваше будущее, как вы видите ваше будущее с ним, да, и как он видит. Но вы на самом деле ждёте, с одной стороны, ждёте от него шагов, с другой стороны переживаете, что, возможно, этих шагов и не будет. Таких шагов, как вам хочется, возможно, их не будет. Так, я хочу вот по три карты, да, вот. А вам бы хотелось, конечно, чтобы он сделал прям решительные шаги, вот, как вы видите, ваше будущее его решительные шаги, действия конкретные, да, вот, чувства. Ну, здесь опять, смотрите, всё резко, да, резкие шаги, резкие какие-то действия, направленные на восстановление отношений, на примирение. Вы очень боитесь, что этих шагов не будет. Вот. Так, давайте посмотрим. Он-то как видит ваше будущее, его мысли по поводу, его мысли, планы, намерения. Давайте посмотрим. А он раздумьяк, смотрите. Он смотрит на небо и думает, ну, может быть, как-то всё само собой образуется, да, думает мужчина. Да, вот ждёт, он считает, что вы сильная, властная, такая хорошо стоящая на ногах девушка, очень с сильным характером, вот. Вот, и он, в общем-то, надеется, что именно вы всё, в общем-то, и уладите, всё поправите, вы сделаете первые шаги. Возможно, вы уже делали в прошлом, да, шаги какие-то. Вот, и он, в общем-то, на это и надеется. То есть, я бы сказала, просто сидит и ждёт. Об этом говорит и первая карта, которая отражает текущее состояние ваших отношений, да. И, опять-таки, даже если вы сейчас в паре, то есть вы загадали мужчину, с которым вы в паре, то и ждёте от него, в общем-то, каких-то конкретных шагов, да, для совместного проживания, предложения о браке, там, ещё развития какого-то в отношениях, да, может быть, совместной поездки куда-то на отдых. Вот, то он просто наблюдает и думает о том, что, в общем-то, ну, в данном случае, если вы в паре, да, то мужчина думает что-то в том смысле, что, да, я, в общем-то, не против совместного проживания и брака, да, но он хочет, чтобы вы всё сделали сами. То есть он не готов на какие-то решительные шаги и действия. Вот, то есть, ну, это по принципу дорогая. Я, в общем-то, не против быть с тобой, да, но сделай как-то всё сама, организуй, ну, вот, а я поучаствую. Да, вот такое, в общем-то, состояние у мужчины. И он понимает прекрасно, он прекрасно понимает, что вы ждёте от него шагов, но он наблюдает, наблюдает, что будете делать вы. И пока я посмотрю его действия, мы ещё посмотрим, да, пока вот мысли о вашем будущем. То есть каких-то конкретных планов, намерений у него нет. То есть он смотрит на то, как будете действовать вы. Стоит ли вам действовать на самом деле? Ну, давайте посмотрим, какие будут действия с его стороны, да, а потом с вашей стороны посмотрим, стоит ли действовать вам. Так, будет ли он всё-таки совершать какие-то шаги и действия на вашу сторону, да, девочки? Ну, опять-таки, позиция наблюдателя, да, то есть он себя проявляет в данном случае, как мужчина, достаточно нерешительный. Не могу сказать, что он прям слабый. Он не слабый совсем. И не могу сказать, что хитрый. Нет. Но мужчина, который нерешительный, да, то есть он не собирается делать каких-то шагов. Этого нет в его характере, да. И я думаю, что напрасно вы шаги от него ждёте, потому что у него, он просто по характеру такой. И тут ничего на него не повлияет. То есть, смотрите, ваш мужчина из тех мужчин, который будет страдать, переживать, может любить не то что годами, а десятилетиями одну и ту же женщину. Недаром видео у меня сегодня называется, да, что он запомнит вас навсегда. Он однозначно, 500% запомнит вас навсегда. Но шагов делать не будет, потому что у него в крови вот эта нерешительность. Это человек, который по большому счёту, да, он прекрасно умеет договариваться, это его сильная сторона, прекрасно умеет ухаживать и заботиться. Но делать какие-то решительные шаги он не может. Нет у него такой функции. Понимаете? Вот именно у этих мужчин такой функции нет. И вы же выбрали такого мужчину. Даже если он наставки там делал какие-то шаги, то это же было совсем другое, да, это было начало отношений. Даже дело не в том, что был интерес у него тогда, а дело в том, что вы же поощряли эти шаги, а сейчас другая ситуация, да. А вот, и соответственно, да, вот, он ждёт, когда именно вы и привык, что женщины сами, в общем-то, делают какие-то шаги. А вот. Да, и по жизни он так привык. То есть решительных шагов и действий вы от него точно не дождётесь. Да, может быть, и единственное, что тут может быть, это признание их чувствов. Ну, да, ну, в общем-то. А вот. Или, смотрите, надеется он ещё на какую-то случайную встречу в компании, и что вы, может быть, где-то в компании проявите инициативу и как-то начнёте его цеплять. Возможно, вам удастся поговорить. Давайте посмотрим, стоит ли вам делать шаги. Ну, хочу сказать, что да, да, и скорее всего шаги будут именно с вашей стороны решительные. Вот вы решительная девушка, и можете, да, и хочу сказать, что ваши решительные шаги очень даже возможно приведут к примирению, восстановлению, возобновлению отношений или переходу отношений на какой-то другой уровень. Вот. Но делать это, конечно, нужно очень аккуратно, да, то есть потихоньку, не спеша, не, естественно, не командовать. Потому что, смотрите, несмотря на то, что мужчина нерешительный, нельзя на него давить. Ну, то есть давить у вас никак не получится. Но сделать какой-то шаг для примирения сейчас в вашей ситуации, да, я думаю, стоит. Алло. Естественно, что у вас у каждой какая-то своя ситуация, и вы можете обратиться ко мне за помощью. Пишите, да, пишите, девочки, пишите на вайбер, ватсап, забыла, на вайбер, ватсап, телеграм, по этому номеру телефона, если вам нужна моя помощь. Вот. Потому что тут для каждой из вас, конечно же, будут какие-то свои нюансы. Но я здесь чётко вижу шаг с вашей стороны, который приводит к примирению. Ну, давайте посмотрим будущее, да, что будет дальше. И посмотрим в таком ключе, как будут развиваться ваши отношения, если вы сделаете шаг какой-то, может быть, даже резкий, может быть, даже какой-то серьёзный шаг, да. Давайте посмотрим, если вы всё-таки будете делать шаги в сторону этого мужчины, да, как будут развиваться ваши отношения. И как будут развиваться ваши отношения, если вы не будете эти шаги делать. Ну, смотрите, в любом случае от него шагов не получится, не будет от него шагов. Да, делая какие-то резкие шаги, вы сможете вернуть те отношения, в общем-то, которые у вас были, ну, если у вас ссора, разрыв, расставание или конфликт, да. Вот. Если сейчас у вас нормальное отношение, но вы хотите перехода на какой-то другой новый уровень, вот, то, девочки, как-то говорят, что лучше закончить эти отношения и начать с каким-то другим мужчиной. И где-то в вашем окружении даже мужчина есть. Вот. То есть, по большому счёту, девочки, вот я спрашивала, стоит ли делать вам шаги, да, это приведёт к примирению, к восстановлению отношений, вот. Но переход, перехода на другой уровень, на новый уровень отношений я не вижу. Вот. То есть, иначе говоря, получится, что вы сделаете шаги, и, в общем-то, отношения у вас очень высокая вероятность восстановить отношения, но они восстановятся приблизительно на том моменте, на котором вы расстались. И расстались же вы тоже не просто так, поэтому здесь очень сильно нужно подумать, что вас не устраивало. Тут, конечно, можно затронуть ещё одну очень важную тему, да, что если мужчина вас не устраивает, то зачем продолжать тогда эти отношения, потому что поменять мужчину вы точно не сможете. Я имею в виду изменить его характер, однозначно. Вот. И если уже он как бы так себя ведёт, да, то смысла нет восстанавливать отношения. Вы однозначно всё равно будете возвращаться к тому, от чего ушли. То есть, к тому моменту, когда как раз у вас наступила ссора, конфликт, разрыв, развод, ну, то есть у всех разные ситуации. Или тот момент, когда ваши отношения просто затормозились и дальше не развиваются. Не хочет мужчина, значит, идти дальше. Его устраивает именно такой формат отношений. Вот. Поэтому здесь смотрите, если вы делаете шаг, отношения, восстановление, возобновление отношений очень даже возможно. нужно, но именно на тот уровень, с которого, в общем-то, вы слетели. А вот. Если же всё-таки вы хотите другого формата отношений, другой формат отношений, а я вижу именно, что вы хотите, то смысла нет. И в данном случае я вижу, что у вас либо новое знакомство будет, либо новое отношение в будущем. Но нужно закончить эти отношения. Ну, вот. И если сейчас у вас 40 конфликтов расставания, разрыв или развод, также обращайтесь ко мне на личную консультацию, пишите мне на вайбер, ватсап, телеграм. Мы с вами посмотрим, где вот этот мужчина, потому что он где-то в вашем окружении есть, где-то недалеко. Может быть, даже вы ещё пока не знакомы, да. Посмотрим, где, когда, какого вы встретите мужчину для серьёзных отношений с перспективой брака. Потому что, да, я тут вижу перспективного мужчину, именно для серьёзных взаимоотношений. Что же касается того мужчины, которого вы загадали в данном раскладе, то здесь я хочу сказать, что, да, возможно, ну, в общем-то, я это уже говорила, возможно восстановление отношений только, если вы будете делать шаги. Он шаги делать не будет. Он будет ждать шагов от вас. И, в общем-то, да, я тут говорила о том, что, в общем-то, он и не против, да, там, совместного проживания. Ну, насчёт официального брака тут ещё подумать надо и вам, и ему. Вот. Но по поводу, там, совместного проживания он точно не против. Но только организуйте вы всё сами, а он поучаствует, да. То есть он не готов вкладываться ни в вас, ни в отношения. Вот. Он хочет только наслаждаться этими отношениями, чтобы всё было комфортно для него в первую очередь. Будет некомфортно, он просто исчезнет. То есть, ну, характер такой. Поэтому тут подумайте 10 раз, насколько вам действительно эти отношения нужны. Этот мужчина нужен. И, ну, может быть, действительно такие отношения вам и нужны. Вот. Но я почему-то думаю, что нет. Напишите в комментариях, нужен ли вам этот мужчина действительно настолько, что вы готовы, ну, в общем-то, на его условиях продолжать отношения. Вот. Но я вижу, что рано или поздно вам всё равно придётся посмотреть в другую сторону. И, в общем-то, скорее всего, найти какие-то другие отношения. Вот. У другого мужчину другие отношения, потому что рано или поздно ваши отношения всё равно закончатся. То есть они пройдут несколько кругов. Но наступит момент, когда вы уже дальше, просто сил у вас не будет дальше, эти отношения эти ноль. Не только отношения, отношения и мужчину. И в какой-то момент эти отношения всё равно закончатся. Ну, вот такой получился сегодня интересный расположен. Игорь, я взяла, смотрите, такую интересную колоду вам для совета. Давайте посмотрим всё-таки, надо ли вам, да, именно надо ли вам восстанавливать или продолжать отношения с этим мужчиной. Давайте такой совет спросим. Ну, как? Так, и посмотрим. Вы имеете право испытывать любые эмоции, не пытайтесь их сдерживать. То есть это как раз-таки о том, что, ну, если есть чувства, есть любовь, есть эмоции, не сдерживайте их. Вот об этом, то есть вот такой совет. Вот, ну, закончатся отношения, закончатся, да, ну, сейчас пока не стоит сдерживать эмоции, какие бы они ни были. Давайте ещё совет. С вами всё в порядке. Не ищите в себе недостатки, их нет. Ох, как же мне нравится этот совет. Да, с вами всё отлично. И то, что просто вы с этим мужчиной разные, у вас разные цели в отношениях, разные желания. И, честно говоря, вот я не увидела, то есть с одной стороны, я как бы смотрела отдельно, да, но с другой стороны, я не увидела здесь в отношениях компромисса. Мужчина хочет только, чтобы вы действовали только вы, всё на себе тянули, но при этом создали ему комфортные условия, оставили ему личное пространство, чтобы он, в общем-то, чувствовал себя в отношениях комфортно. Тогда, может быть, он в этих отношениях и побудет. Вот как-то так. Так. Ну, то, что он вас будет всю жизнь помнить, ну, запомнит вас навсегда, это 500%, потому что такой девушки он и в жизни ещё не встречал. И, конечно, будет потом кусать локти, но из-за своей нерешительности он всю жизнь будет о вас думать и вспоминать, да, но решительных шагов с его стороны однозначно не будет. Ну, давайте посмотрим, какой совет на будущее ваших отношений с этим мужчиной. Да. Будьте внимательны и не пропустите важный знак. А вот это совет как раз-таки о том, что есть какой-то мужчина где-то в вашем пространстве, кто-то из вас уже, возможно, знаком с этим мужчиной, кто-то не знаком ещё пока, но есть другой мужчина, который вам как раз-таки подходит именно для того формата отношений, которых вы хотите. Поэтому не пропустите важный знак, не пропустите этого мужчину, который идёт вам именно для серьёзных отношений. Мужчина обеспеченный, ответственный, серьёзный. Вот. Так что подумайте, в общем-то, каких вы отношений хотите. Либо вот таких непонятных, они и дальше будут непонятными. И, честно говоря, честно вам скажу, вот с этим мужчиной очень нужно прям знание карт Таро. То есть без карт Таро с этим мужчиной, в отношениях, которого вы загадали, вообще не разберёшься. То есть это либо личная консультация, либо изучайте Таро сами. У меня, кстати, есть прекрасное обучение картам Таро. Кому интересно, также пишите мне на вайбер, ватсап, в Телеграм, что вам нужно обучение. Я вам очень подробно расскажу. У меня шикарный курс, моя акторская методика. Где за один урок вы поймёте, как считывается информация с потока Вселенной. Вот. Нет, курс, конечно, не из одного урока состоит однозначно, но там очень много практики. Вот. И я же учу не просто, хотя вот планирую сделать два формата курса. Да, один курс для тех, кто именно для себя хочет изучить Таро, для того, чтобы как раз справляться, справляться с такими мужчинами, как сегодняшний загаданный. Вот. Ну, а кто-то, многие хотят именно Тарологами стать, и это другой формат курса будет. Но пока это всё вместе. Как бы я готовлю именно Тарологов, причём успешных Тарологов, которые зарабатывают. Вот. Поэтому, кому интересно, пишите. Так. Ну что, мои хорошие, вот такой интересный у нас получился сегодня расклад. Я вас всех благодарю. Желаю вам, конечно же, всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До встречи в новых видео. Пока-пока.